Доброе утро! Да, благоухает просто и цветёт от вашей красоты. Ну что, девчонки, давайте теперь поговорим поподробнее. Вообще, откуда вы узнали об этом конкурсе, кто сказал, подсказал, и как вы решились вообще принять участие в таком ответственном мероприятии? Мне рассказали об этом конкурсе преподаватели мои и предложили в нём участвовать. В том году я слышала об этом конкурсе, но как-то даже не задумывалась о том, что я буду в нём участвовать. Согласилась сразу? Нет. Уговаривать пришлось? Я пару дней подумала, а потом мне снова позвонили и спросили, и я согласилась. Ясно. Ну а кто поддержал, может быть, твоё решение? Безусловно, это родители и также девочки, которые занимаются со мной в школе искусств. Они помогли мне приготовить номер и помогут при выступлении. Настя, а какую школу представляешь ты? Я представляю седьмую школу. К чему готовитесь на конкурсе? Мы готовимся к дефиле, к визитке. У нас домашнее задание и конкурс импровизация. Я знаю, что ко всем получается к дефиле, визитка и домашнее задание. Есть время и возможность для участниц приготовиться. А конкурс импровизация – это что-то такое непредвиденное и непредсказуемое. К нему как-то возможно приготовиться? Или же здесь придётся ориентироваться и, получается, на ходу просто придумывать различные выходы из ситуации? Импровизировать. Ну, конечно, это называется конкурс импровизации, так что придётся нам импровизировать. На самом деле очень страшно, потому что мы даже не представляем, что у нас могут спросить. И вдруг мы просто встанем в ступор и всё. Вопрос к Александре. Насколько я знаю, буквально на днях уже с вами работал балетмейстер, который пробовал с вами развести дефиле. Дефиле – это будет у вас первый выход, благодаря которому вы сможете показать себя. Ну и как? Расскажите, как успехи? Насколько ли большая сцена? И как на ней страшно? Сцена на самом деле достаточно большая. Мне непривычно выступать на такой большой сцене. Но это очень интересно. Я никогда не участвовала в таких конкурсах. И Дима показывал нам наш выход, куда нам идти, что нам делать, помогал нам как-то, поддерживал нас. Также он будет выходить вместе с нами, что успокаивает уже лично меня, что я не сделаю что-то лишнего или не так, потому что буду знать, что он рядом, и он скажет, что делать своими движениями и взглядом. Получается? Ну да. Конкурс «Краса» губкинского. Слово «краса» – это очень серьезное и ответственное слово, которое заставляет тоже определенным образом готовиться. Это будет помощь парикмахеров. Здесь будет куча-куча мыслей и вариантов, какое же платье надеть на первый конкурс, на выход, на домашнее задание и так далее. Наверное, это очень долгий и кропотливый процесс. На самом деле, больше всего мне хочется выделить свой номер каким-нибудь красивым нарядом. И я очень долго выбирала разные платья, потому что пять разных конкурсов, и нужно по-разному выйти. Ну, получается, творческий конкурс в любом случае. Там нужно какое-то сценическое платье, потому что номер включает в себя концертный, то есть будет номер. Конечно, мы сильно волнуемся, но мы надеемся все, что нам помогут профессионалы. Полин, а на твой взгляд, что самое тяжелое при подготовке к этому конкурсу? Маленький промежуток времени для подготовки нам дали всего лишь неделю. И сложно сделать красивый номер, творческий. А самое главное, наверное, что не мешает, а что настораживает наших участниц, это волнение, которое сидит внутри каждой из них. Правильно? Кто-то же все-таки придет вас поддерживать. Вот кто? Ну, меня придет поддерживать мои родные, близкие. Придет поддержка со школы. Очень ребята придут поддерживать, сказали, буду делать плакаты разные, кричалки, чтобы выделить мою кандидатуру, чтобы я запомнилась всем. Полина открыла секрет своим конкуренткам. Судя по прошлогодним конкурсам, то есть краса у нас была в 2011-2012 году, я помню, что в зале была куча болельщиков всегда с огромными плакатами, с банками жестяными, которые трещали, кричали, визжали просто так, что зал стоял на ушах. Ну, я думаю, что в этом году будет визг и крик больше раза в три, потому что конкурс переехал в дом, в дворец культуры «Нефтяник». Вот, и распахнет свои двери 22 октября в 16.00. Да, где все жители смогут прийти и посмотреть на это замечательное шоу. Это не только конкурс, это и шоу, где будут принимать участие также творческие коллективы нашего города. Ну что ж, мы от всей души хотим вам пожелать, конечно же, победы, помимо того, что я знаю, что каждый из вас очень красиво выступит. Я в этом не сомневаюсь, судя по тому, как вы тщательно готовитесь. Хочется, конечно, чтобы помимо того, что вы поучаствуете, каждый из вас приобрела, может быть, в лице друг друга, может быть, друзей, да, может быть, какие-то общие интересы у вас появились и так далее. Девчонки, мы желаем вам удачи, вот, свершения ваших побед и ваши пожелания жителям нашего города. Хорошего вам дня и, конечно же, приходите на красу города Губкинского, посмотрите на наши выступления и выступления коллективов нашего города. Бодрого всем утра, улыбайтесь, просыпайтесь, будьте красивы и любимы. Мы ждем вас всех в Доме культуры «Нефтяник». Приходите, поддерживайте наши кандидатуры, мы будем очень рады видеть вас в зале. Конкурс – это не самое важное в жизни, поэтому я хочу всем нам пожелать удачи и оставаться всегда такими красивыми и желанными. Вот именно. Девчонки, мы желаем вам удачи, отличного настроения и хорошего дня. И пускай у вас все 22 числа получится. Вы услышите в свой адрес громкие бурные аплодисменты. Ну а мы вместе с Губкинсами с удовольствием придем посмотреть на это замечательное шоу для того, чтобы поболеть за каждого из вас. 22 октября в 16.00. Дворец культуры «Нефтяник». Ждет вас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова